здравствуйте дорогие друзья знаете у тебя сейчас смотрю у всех есть проблемы у кого-то не дай бог кто-то пропал кто-то погиб кто-то поменял страну кто-то остался ни с чем много проблем у людей и все думают что сейчас уникальное в этом плане время это немножко не так а что делать в это время уже давно говорили наши мудрецы давайте два слова об этом поговорим уходят люди там близкие что-то пропадает нашей жизни те кто остаются там или не знаю как как скорбеть как что делать какие как жить дальше проще говоря что-то произошло как теперь жить дальше как продолжать после стольких тяжелых ударов и горьких утрат и свой ответ на этот вопрос 1900 лет назад дал величайший из мудрецов рабе и кива за семь недель между праздником пейсах и шаот народ израиля почему мы сейчас еще не с это мир это пережил одну из самых ужасных трагедий в истории гибель духовного руководства от эпидемии это произошло именно тогда когда рабе и кива достиг величайшего успеха после того что он 40 лет начал изучать неграмотным пастухом тору и после всех нищеты и страдания его жены и он стал великим рабе и кива с двадцать четырьмя тысячами учеников и тут разразилась эпидемия все умерли один за одним 24 тысячи погибших сотни пока корон в день мега катастрофа рабе активы увидел как разрушилась дело его жизни за короткое время стал дровином без учеников и вернулся на много много десятилетий назад как он отреагировал на катастрофу талмуд открывает непостижимую вещь он восстановил ешиву рабе и кива пошел нашел пять новых учеников и начал их учить самого начала эти пятеро стали столпами учения на которые сегодня стоит устная тора это шимон бар яхай мэр волонезе чудотворец кто еще рабе иуда рабе йоси и рабе вазар бен шауа то есть еще более удивительное то что в каббалистической книге мишнас хасидим есть такой итальянский мудрец он интересный реки он говорит что рабе актива восстановил ешиву в тот же самый день когда закончились последний эпоха уже в день лакбоомера он отправился на юг чтобы найти учеников восстановить то что было разрушено то есть он не сдавался он показывал что мы празднуем вот в этот день лакбоомер почему так происходит силу выживания и обновление торы и которая не исчезала в торе есть стих который выражает явное повеление получено от всевышнего когда была первая террористическая атака на еврейский народ когда фараон приговорил к уничтожению новорожденных детей сказал всех топить до тора приводит очень интересности но чем больше его притесняли тем больше он умножался и распространялся то есть кризис стал важным моментом для нового взлета это путь для нас человек не только не отступает рассматривать должен сам кризис как призыв новым действиям кризис не означает что мы где-то ошибались и что должен срочно отступать скорее наоборот он свидетельствует что мы являемся частью какой-то важного процесса и перед нами поэтому ставится преграды и затруднения потому что там наверху они знают что я могу не ставят перед человеком преграды которые они в состоянии преодолеть кризис это вообще сути он символизирует боль страдания да однако на иврите слово мошбердон имеет значение еще очень интересно сиденье на котором роженица во время родов находится и мальбин писал что это трактуется как место где ребенок проламывает преграду при рождении выходит наружу то есть боль свидетельствует о том что должно произвести что-то великое да это я посчитаю как и все остальные не люблю испытания боли но это без этого не обойтись я приведу один пример 30-го nissana 1956 год как всегда на группа террористов запорвалась бейхабад который только создали квархабад то есть расстреляла с автоматов молящихся людей результат был ужасный погиб учитель 5 учеников 10 получили детей ранения но это катастрофа очень причем люди эти которые только приехали залечивали раны кто от немцев кто от сталина и так далее шок да и вот рэбэ сразу после того что произошло начал писать телеграммы которого говорилось что настало время принимать новые решения что катастрофа это призыв небо превратить ошибку победу что произошло уже нашла шин до 30 день после теракта руководство хабада там и государство тоже кстати собрались чтобы отпраздновать закладку камня для нового обучения и открыли типографию школа памяти пятерых погибших в течение десятилетий в этой типографии сдавались миллионы молитвенников хабадских книг на иврите на английском чем хотите и это был самый мощный ответ на прерванную вот злыми пулями жизнь и молитву в теле человека пульсирует душа и она вечна и она вечно как бог вот это вот нам надо понять и знать поэтому любой кризис надо превращать в победу иначе не получится надо никогда не отчаиваться вперед кризиса с новыми усилиями работать над тем что превращать это в новые победы сложно тяжело ну конечно конечно тут мне тоже например нелегко там но но я стараюсь я пытаюсь да с божьей помощью если мы так пойдем этой дорогой написали мудрецы что мы достоимся вскоре в ближайшее время полного и окончательного избавления и наше я хочу придет и наведет порядок браха вы от слоха ни в коем случае нельзя отчаиваться отчаивость это не наше слово